Творческие метаморфозы. Авторские эксперименты. Без грима. Я приветствую всех своих радиослушателей. Дорогие друзья, сегодня будет продолжение разговора с шеф-поваром Андреем Лебедевым, который мы начали на прошлой неделе. А сейчас я хочу напомнить небольшие фрагменты нашей встречи. Без грима. А что повлияло на выбор вашей профессии? Рекомендация моего дедушки. Он, когда после войны пошел в армию служить, он как раз стал там поваром. А вредные клиенты бывают? Да, конечно. Много таких? Один из десяти всегда. Что самое необычное заказывали на банкетах? Например, нестандартных осетров, которые по 40 килограмм весят. Он такой лежит, около трех метров где-то. И вот его надо приготовить, украсить, подать гостям. Мы торт делаем вот непосредственно перед подачей. Украшения, установка на этажерку, это все делаем вот непосредственно. И несем его, то есть он получается максимально красивый, максимально свежий. И ну все супер. Когда мы его поднимаем по лестнице, чтобы выкатить зал, и кондитер падает. Домой только, если до холодильника дойти и дверь открыть, а что-то готовить вообще желания нет. Понятная, безопасная, вкусная еда. Еще и желательно, что-то полезное. Без грима Полностью наш разговор с шеф-поваром Андреем Лебедевым можно послушать на нашем сайте. ГТР Капсков. Программа «Без грима». Ну а сейчас продолжение этого разговора. Андрей, когда здесь сидят люди, увлеченно рассказывающие о своей профессии, я всегда спрашиваю про профдеформацию. Ну, например, если оператор, да, телеоператор, он смотрит на мир как бы через объектив камеры, да. Если это человек из театра, он приходит на спектакль в другой театр. Вот здесь вот не так, я бы здесь вот декорацию поменял, вот здесь выход такой не очень яркий и так далее. У вас такая профдеформация есть, когда вы пробуете другие блюда. Конечно, и я скажу, что от этого страдаешь. Да? Да, ты приходишь в заведение. Здесь недосолено, здесь еще что-то не хватает. Ты идешь вроде бы как будто бы отдыхать, а начинается это не так, это не то, здесь неправильно, а здесь вообще как-то отвратительно. Беда. Вас в гости лучше не приглашать. Нет, на домашнюю еду нормально. А вот в заведениях, там, где, в принципе, люди позиционируют себя как какое-то заведение, готовят еду, берут за это деньги, вот туда, да, лучше, наверное, не стоят. Вот здесь строгий. А дома, или если вы приходите в гости, то тут уже вы закрываете глаза на какие-то недочеты хозяйке. Абсолютно, да. Да и обычно их и не бывает недочетов, это просто ее такое видение, если она это с душой готовила, то ты все это, в принципе, это же все видно, ты это понимаешь, ты это чувствуешь. А когда в заведении, там все по-другому, конечно. А, кстати, о работе с душой, ведь вот действительно говорят, если плохое настроение, если у человека стресс, лучше к плите не вставать, невкусно получится, если он злой, рассерженный, нет, вы с этим не согласны? Нет, если ты профессионал, и у тебя есть опыт работы, ну, какой бы ты ни был злой, ты знаешь, что ты должен сделать так, ты это сделаешь. То есть, если есть профессионализм и ответственность, это присутствует, то нет, это не повлияет, это можно сказать, как сказать, это, наверное, больше, чтобы съехать, знаете, ой, у меня плохое было настроение, у меня тут не получилось. То есть, ну, что, через это твое настроение земля должна остановиться? Нет, нет. Если человек ответственный и профессионал, без разницы, какое у него настроение, он сделает все четко, качественно, ну, в рамках стандартов, которые там установлены на той или иной кухне правил. А вы уже сколько лет в своей профессии? С 2001 года, как-то не считал, получается, 20 лет. 20 лет. И за это время ни разу, ни разу не пожалели, что выбрали такую сложную профессию. Ну, чисто как кулинария, нет, а как шеф-повар были моменты, когда жалел, да. А почему? Когда ты работаешь поваром и думаешь, что ты станешь шеф-поваром, тебе кажется, что ты изменишь весь мир, там, сделаешь все по-своему, а становишься шеф-поваром, и ты, получается, что как-то ты вообще за такое должен отвечать, контролировать, делать, о чем ты до этого не догадывался. И, конечно, иногда, как сказать, желания с реальностью расходятся, и ты такой думаешь, да зачем мне это нужно, столько там головняка всякого, переживаний за сотрудников, за то, что они делают за них, и ответственность. Были такие моменты, да, были, но надо брать себя в руки, ждать, работать над решением проблемы. Проблема решается, и всё хорошо становится. Потом ты начинаешь видеть результаты своих трудов, стараний, ребят, с которыми ты работаешь, когда они тебя начинают слышать, понимать, что ты хочешь, что надо сделать. И, в принципе, такие моменты отчаяния были, скрывать не буду. Ну, хорошо, что вы их преодолели. Да. А экспериментировать с продуктами любите? Ну, в разумных пределах, конечно. Никогда там некоторые с ума сходят, смешивают там три кухни, японскую, китайскую, какую-нибудь ещё вьетнамскую. Нет, в нормальных, в разумных, как сказать, человеческих рамках, да, да. А с чем интереснее экспериментировать? С овощами, с мясом, с рыбой, с приправами, с соусами, вот для вас? Овощи, рыба. Овощи, рыба. Очень интересно, да, получается. С мясом там достаточно всё понятно, что надо сделать, что можно сделать с этой частью тела. А вот рыба, морепродукты, овощи, там вообще, мне кажется, что безгранично можно экспериментировать. Хотя, как некоторые шеф-повара говорят, что всё уже давно до нас придумано. И не надо изобретать велосипед? Да, потому что, если, например, там палтус с апельсином сочетается, то ты что ни делай, вот он так сочетается и всё. Ну, для себя чисто через свой опыт, через свои руки. Ну да, свои личные открытия. Личные свои открытия, да, свой опыт. Это очень интересное направление. Вот, Андрей, известный кулинарный блогер Маша Булатова, небезызвестная вам тоже, она рассказала, что вы тот самый человек, который очень любит ещё и нашу местную еду, псковскую кухню. И вы готовили, ну, совершенно фантастические вещи для тех, кто только пытался познакомиться с нашей псковской кухней. Как давно вы заинтересовались этим? И чем вам интересна наша псковская кухня? Она же такая, в общем-то, достаточно строгая, аскетичная, нет? Ну, при этом она зато понятная, доступная. А начал я этим интересоваться, ну, можно сказать, что, наверное, года через 3-4 своей работы, когда я, то есть, начал там вникать вот это во всё, пробовать, общаться с людьми, тогда и всё, и стало становиться интересным. А потом это, что смешно, востребованным стало. То есть, люди едут, они не хотят там руколу и что-то ещё такое, что они у себя это покушают. Да, они захотели настоящий медовик по какому-то рецепту бабушке чьей-то сделать, что мы сделали, у нас кондитер был, он реально рецепт бабушке свой принёс. Мы до сих пор уже, я даже не знаю, сколько лет, лет 10, наверное, печём, вот именно как он принёс этот рецепт, мы так и печём, и всем нравится, все довольны. Понятно, рецептов миллионы, но этот рецепт зашёл, это наше видение, мы его адаптировали под кухню, и все довольны. Потому что всё настоящее, невыдуманное, и люди не придумывают, что вот если морской ёж не доехал, то всё, мы банкет отменяем. Они делают из тех продуктов, которые у всех есть под рукой, то, что можно пойти в обычном магазине на обычном рынке купить. А вы сами рецепты коллекционируете тоже? Если вот есть возможность узнать какой-то интересный псковский рецепт, вы его себе в копилку берёте? Обязательно, да. Ну, в основном это книги с рецептами, но и вот тут стали общаться больше, знакомиться с людьми. Да, стал брать рецепты, но в основном это всё заготовки такие, то есть, ну, зимние, на зимние заготовки, да, стараюсь коллекционировать, да, потому что некоторые, они просто уникальные, они выверенные временем. Да, да. То есть, их повторяешь один в один, и такой результат, я даже был потрясён в какой-то момент. И опять возникает вопрос, а зачем изобретать велосипед, когда до нас его уже изобрели, правда? Да, 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 десятилетиями проверяли его, оттачивали, где-то что-то корректировали, и да. У нас как-то в этой студии была программа с Машей Палатовой, и она принесла из архива рецепты наших прабабушек, которые хвастались, кто лучше чего замаринует, представляете? То есть, это действительно всегда вызывало интерес, и главное нам сегодняшним проявлять этот самый интерес к опыту нашему генетику включать, как мне кажется, правда? Да, согласен полностью. Мне ещё очень нравятся названия, которые аутентичные. Ну вот, например, когда вы перед иностранцами накрываете стол по-псковски. Мы в первую очередь тем же иностранцам объясняем, что мы готовим из местных продуктов. То есть, понятно, что пельмени каждый дома готовит по-своему, тесто по-своему, фарш добавляет что-то, то, что ему нравится. Но мы, например, печём кокоры, лепёшки, сочево вот это делали, воскресное называется, котлеты из щуки делали, цыплят в томатном соусе, по Машей Балатовой по рецепту тоже, греча вот эта запечённая с луком тоже всем очень нравится, кашу-глазуху ту же самую варим. Вообще её сперва никто не понимал, никто, все удивлялись, такие в шоке прям, а мы всё равно не сдались, делаем, даём. Потом стало всем интересно, когда они поняли, что это всё-таки это местное, это надо просто взять и попробовать, а не пугаться то, что ты увидел, не то, что там у себя дома. Вот такие блюда. Коптим рыбу, коптим мясо, ну вот та же свинина на рынке приобретаем, делаем рёбра, уши, например, коптим. Всё, вот такую вот еду представляем, судака обязательно. А копчёные уши-то тоже по-псковски, да, потому что я в Эстонии ела? Ну а почему нет? Ну мы рядом, мы соседи, собственно. Да, мы соседи все, да. Котлеты тоже из местной щуки делаем, судака маринуем с можжевеловой ягодой, фаршированного готовим обязательно, ну и как на горячее блюдо, просто запечённого, заливной, с той же самой рыбой, и судака. Медовик обязательно, лесные ягоды с сахарной пудрой, кисель, варили кисель тоже, пробовали, заходит. Вы сторонник гастротуризма, когда приезжаешь в другой край, и надо максимально узнать эту кухню, тем более вы профессионально, наверное, смотрите. Да, ну мы, конечно, на широкий у публику ориентированный, 100% ну не может быть всё прям вот наше, и всё, и другого не дано. Но чтобы хотя бы процентов 70 было, да, я считаю, что нужно блюдо в меню, стремиться к этому, дорабатывать, отрабатывать, прислушиваться, безусловно, к мнению гостей. А сниток забыл сказать, сниток делаем ещё, жареный сниток делаем, да. Я помню, как-то в соцсетях написала, вот наша рыбка сниток, и вдруг мне из Литвы женщина пишет, а это и наша рыбка. И нас уже даже начали сравнивать, многие приезжают, говорят, вот мы в Питере корюшку едим, ну, кушались, вернее, в смысле, приехали к вам сниток, правда-неправда, ну, типа, вот нам сниток больше нравится, например, чем корюшка. Хотя корюшка рыба крупнее. Да, с ярко выраженным ароматом, свежего огурца, арбуза, ну, вот нас даже сравнивают. Андрей, а что показывает ваш опыт? Вот помните, одно время была очень модно, популярна восточная кухня, и все, ах, пойдём в японский ресторан, будем есть суши и так далее. Что у вас требовано сегодня больше, с вашей точки зрения? В каком направлении движутся наши вкусы? Понятно, что о вкусах не спорят, и они разные, но есть же какая-то общая тенденция. Что удивительно, интересно, а может быть и неудивительно, из-за коронавируса все границы закрыты, а все в русскую кухню и потянулись. Возможно, какие-то элементы, когда применяешь, ну, не свойственные русской кухне, но, по сути, остаётся русским блюдом из русских продуктов, людям это очень нравится. Но максимально понятно, максимально полезно и безопасно, чтобы это было блюдо, то есть, что люди видят, что они кушают. А не когда всё там смешано, накручено, соусами тремя-пятью залито, и ты не понимаешь, что ты кушал, и что будет дальше, после того, как ты это скушал. Да, это точно. Русская кухня, да, востребована, и в Москве есть много ресторанов, которые вот прям всё так… Русской кухни. Они занимаются продвижением, открытием каких-то старинных рецептов в новом каком-то прочтении. Согласитесь, очень часто люди, когда идут в ресторан, если это хороший, добрый вечер, не потому что они приехали, надо где-то покушать, да, а когда это целенаправленно, запланированно. Естественно, они изучают отклики. И, в принципе, они идут на повара, если так условно сказать, на ту еду, которая в этом заведении хорошо готовится. В связи с этим, часто ли вы придумываете, как часто блюда от шефа? Потому что это как раз индивидуальность, это как раз интересно. Ну, так складывается, и получается, что 90% блюд, можно сказать, что они все и есть от шефа, потому что нет таких вот блюд, которые мы, например, взяли, да, общепринятые, и повторили его полностью. То есть, всё равно либо соус, либо подготовка сырья, обработка его, всё равно идёт с авторским, что ли, подходом. То есть, вот я так принял решение, проверенное решение, выверенное, мы это делаем. А вот как это происходит? Это происходит, то есть, вы сделали и попробовали, или это у вас происходит в голове, это вот эта схема? Вот эти сочетания будут хороши. В голове хоп, случилось? Это, как сказать, это как накопительный опыт получается. То есть, ты смотришь какие-то передачи, общаешься с людьми, читаешь книги, мозг это переваривает, анализируешь, потом у тебя какая-то картина складывается в голове, внутри головы, ты идёшь, берёшь продукт и пробуешь, и не получилось. А потом ты опять это всё обдумываешь, перерабатываешь, понимаешь, где ты допустил ошибку, опять идёшь, пробуешь, и уже получилось, не получилось, даёшь людям пробовать, изучаешь их мнение. И если там 5 человек из 6 говорят, что это вкусно, то это действительно вкусно. А когда вы сделали новое блюдо, вы, ну, понятно, первый его пробуете, естественно. А кто тот второй, кому вы предлагаете попробовать? А у нас есть менеджер по снабжению, который не умеет врать. Я обычно ему ношу тарелку, потому что многие недоговаривают или неправду говорят. Отношу ей, даю, а она правду матку рубит. Сразу, да? Да. И если она говорит всё зачётно, значит, так оно и есть. Ну, практически, да. За окном лета заготовками занимаетесь сами или жене доверяете? В основном жена, но я всячески помогаю. Там чеснок почистить, огурцы помыть, куда-то сходить, принести. Ну, основную лепту вносит она. А какие ваши самые любимые заготовки на зиму? Маринованные солёные огурцы, лечо. Он настоящий мужчина. Да. 20 октября обычно отмечают Международный день повара. Вы отмечаете этот день или нет? Мы проводим его на работе, просто нас поздравляют, мы говорим, как здорово, как классно, что такое день. Нет, особенно от каких-то праздничных увеселений мы не делаем. О чём вы мечтаете в профессиональном плане? О чём? Да. Ну, сделать всё, чтобы получилось так, как я хочу. Ну, при этом не на совершать ошибок, конечно, бывает. Хочу, мы же сами себя тоже, бывает, обманываем. Хочу, а может быть, это не надо. Ну да. Да просто, чтобы всё было хорошо, чтобы была хорошая команда, стабильная команда, которая там не плывёт. Да, по большому счёту, все мечты сбылись. Наверное, просто, чтобы было всё так, как я хочу, в оборудовании, с командой, и чтобы гости были хорошие тоже. И мы их всегда радовали своей работой, а они это могли по достоинству оценить. Ну, так оно и будет. Андрей, я желаю, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы впереди у вас были новые интересные озарения в профессиональном плане, и чтобы они были реализованы, и чтобы никакие вредные клиенты вам больше не попадались, чтобы все только аплодировали и говорили «Вкусно, шеф?» Спасибо большое, будем стараться. Шеф-повар одного из псковских ресторанов, Андрей Лебедев, был сегодня в гостях в программе «Без грима». Ну, а я автор и ведущая этого проекта Ирина Лукина. Желаю всем доброго вечера, дорогие друзья, и обещаю, что впереди нас ждут новые встречи и новые знакомства. Творческие метаморфозы. Авторские эксперименты. Без грима.